Добрый день, уважаемые трейдер-инвестеры. Сегодня 13 февраля, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, кроме отчасти глазами, вы наблюдаете за спиной на ежедневной основе. Основным событием этой недели, дорогие мои три дунишки, будет инфляция в США, которая выйдет, правильно вы говорите, завтра вечером. А сегодня ее нет, поэтому, я думаю, будет набирать игроков по обе стороны байселов, для того, чтобы завтра их кучно вынести во все, как обычно, стороны. Но, как это может произойти, давайте обсудим на графике. Поехали! Итак, перед вами мета, я извиняюсь, трейдер и котировки золота, которые продолжают снижаться. Продолжают снижаться после своей такой консолидации, выхода из такого наклонного канала. Все это здорово. Я говорил о том, что падение будет, но, к сожалению, ни на что было опереться в своих шартовых потугах. Тут было два перехая, и потом она только свалилась. Наверное, это хорошо-плохо. Пятница закрылась тоже каким-то пинбаром невнятным против шартовой тенденции. Поэтому я пока ничего здесь не рассматриваю. Ни в лонге, ни в шарты. Многое решится завтра, потому что все ждут инфляции. Потому что безработица, которая вышла, она потрясла рынки. Потрясла. Если инфляция вырастет, это будет прям мощнейшим ударом по тонкой психике Джерома Пауэлла, которому опять придется что-то выдумывать. Вот. Ну, то есть, ну, знаете, как есть такая пословица. Один раз случайность, два совпадения. Ну, вот совпадение я имею в виду. Если взять за случайность нонфармы, вот, и если инфляция выйдет тоже мощно, это уже будет совпадение. Ну, а если подключится Пауэлл, это уже будет закономерность на укрепление американского доллара. А в любом случае, в любом случае, я пока никуда не смотрю. Есть цели внизу, есть цели наверху, вот. Но нужны какие-то промежуточные подсказки, которых я пока не вижу. И поэтому не сигналю сейчас пока по золоту. Евро-доллар. Евро-доллар героически флетит на своих лоях. Вот, пятница, пятница закрылась у нас шартовыми делами. Обновила минимум торговой недели. Хорошо, хорошо. Я немного поучаствовал в этом движении, но не, ну, скажем так, особо тут гордиться вот в этом несчастном 50-пунктовом движении пока нечем. Хорошая была вот времечка вот у нас в январе, в конце января хорошие тренды были вот в начале февраля. А сейчас пока, конечно, все подваливает. Каких-то сломов нет. Сломы я отслежу по М-15. Вот. Сейчас какое-то есть вялое подобие слома, но мне все это не нравится, потому что нет хороших целей. Нет хорошей охоты, а идти просто так в лес с дробовиком шмалять по всем кустам, можно распугать всю дичь. А дичь у нас собирается возле водопоя завтра в 16.30 по московскому времени. Так, переключаемся к фунту. Фунтик, фунтик дал поглощение по пятнице, друзья мои. И это, этот трендовый парень может здраво запилить вниз, особенно если завтра инфляция выйдет не очень хорошая. Вот. И это все может прям здорово развернуть британцы. Не потому что в Британии все плохо либо хорошо, а потому что американский доллар, такая зараза, иногда укрепляется неделями, а иногда слабеет. Так было до нас, так будет, наверное, и после нас. Но в любом случае, то, что сейчас отрисовали нам японские свечульки, говорит о продолжении шортовой тенденции, которая прямо сейчас, друзья мои, вы не поверите, и продолжается. Фунт инструмент трендовый, поэтому будьте осторожны, если запилить, то мама не горюй. С точки зрения неделек, такая же конструкция, как и на евро, после мощного недельного падения, которое было связано с одной новостью, теперь ждут новость другую. И вот так от новости к новости формируются импульсы. Так, доллар иена. Вот герой асфальта, который идет на отработку моей, естественно, гениальной, конгениальной, феерической по пунктам торговой идеи на рост доллар иены в рамках большой трехволновой структуры, которая вот-вот уже с минуты на минуту, с часу на час, с недели на неделю, с года на год должна отработать ошеломляющим, я надеюсь, пробоем уровня 133. Вот, чем, собственно, и закроет, закроет трехволновую структуру, я надеюсь, которая должна обновить вершину прошлого, прошлой недели. Напишите в комментариях, кто поверил иене, кто поверил иене на уходящем куроде. Вот, ну, четкая, явная трешка, как ни крути, тут трендовые линии, все, я не знаю, по мега феншую, ну, я же думаю, вот эти несчастные, уже сколько тут осталось, ну, 200 пунктов, 300, мы дожмем сегодня. Так, доллар-франк, доллар-франк, начиная с этого инструмента и далее мы обсуждаем с вами сеточный метод торговли. Сеточный метод, применимый к доллар-франку, ну, вот, и этот инструмент интересует меня в ланге ниже минимума текущего года. Ну, и, собственно, выше вершины прошлого года. Канадец-франк, героический флейтед, уже какой у нас, четвертый месяц. Ждем, когда он все-таки вернется по ценничкам повыше, повыше. Что может произойти? Канадский доллар у нас в качестве базовой валюты. Что может с ним произойти? Он может укрепиться. Почему? Потому что может укрепиться доллар американский. Это может произойти завтра на новостях. Также может подняться цена на нефть. Такое, друзья мои, тоже бывает. И канадский бюджет будет наполняться нефтедолларами. И, собственно, эти два факта вообще могут совпасть во времени. И тогда этот кросс может развернуться. Ну, это, собственно, те соломки, за которые вы можете зацепиться в бушующем ночном Форекс-океане. Канадец-иена. Канадец-иена, франк-иена. Это инструменты с японской иеной, если он не в курсе в качестве котируемой валюты. Оба инструмента подрастают, подрастают, но если вы хотите потрепать их сетками, рекомендую это делать исключительно с шагом не менее тысячи пунктов по пятому знаку. Так, ауди-кат. Ауди-кат сдувается, сдувается хорошо. Мы его цепляли уже два раза. И два раза он нам давал подзаработать. Крайний раз прям уже дает почти в два раза больше, чем мы фиксанулись. Зоны интересов мои не меняются. Жду, когда инструмент попадется в эти ловушки. Новозеландец-канадец сегодня героически обновлял минимум прошлого месяца. И у вас был шанс сбросить этот инструмент даже в плюсе. Но не думаю, что вы это сделали, потому что вы скорее всего очень обижены на этот инструмент, который трепет вам нервы уже не первый месяц. А еще вам скорее всего трепет нервы и списание свопов, которые вы опрометчиво оставили на торгуя сетками. Напоминаю, что торговать абсолютно без свопов вы можете по моей партнерской ссылке с Инстафорекс, которая находится под любым видео с моим гундосом участием. Так, если вы амбициозный тридуненок, то продолжайте удерживать инструмент до уровня 0.83. Ежели вы тридунишка с икунишкой, можете закрыть позиции прямо сейчас с каким-то даже плюсом. В любом случае мы торгуемся гораздо ниже 50% отката, что дает возможность увидеть какой-то плюсик на вашем 4$ депозите. Новозеландец Франк. Новозеландец Франк стоит в своем диапазоне, который к сожалению не вызывает у меня никаких интересов. Интересы показаны у меня на графике и я надеюсь рано, а может поздно, скорее всего поздно, это все дело отработает именно вот таким незамысловатым способом. Новозеландец, соответственно, Новозеландец запилил, запилил, вот и я чувствую, что дойдет он до наших зон еще не скоро. Но, слава богу, нам есть что торговать. Так, что касается нефти, нефть открылась гепчиком вниз, вот и практически уже вся новость, которая была связана с громогласными заявлениями о России, о том, что мы сокращаем добычу на 500 тысяч баррелей, практически уже скушено. Уже скушено, вот и рыночек пока стоит, пока стоит. Есть, я знаю, ребят, которые держат ланги, вот, если бы я их держал вместе с вами, то было бы счастье на уровне 83 доллара за баррель американской нефти. Что могу здесь сказать? С точки зрения H4, если мы смотрим на сломы, пока ничего интересного нет. Да, вы можете опираться на слом, который сейчас находится вот в этой зоне, но я такие сломы не люблю. Мне нравятся сломы, которые находятся в корне разворотов. Вот у меня был план на покупку в этой зоне, но, к сожалению, рыночек сюда так и не дошел. Поэтому жду новых сетапов и провожаю нефть печальным взглядом. Так, что касается биткоина, падает. Напоминаю, на прошлой неделе ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальновидный слуга, случайным образом угадал падение по биткоину по двум целям. Это котировочка 22,600 и 22,200. Вот, кто-то заработал, кто-то нет, но очень качественные площадки регулярно появляются, и на них можно регулярно снимать денежек. Так, что дальше? Дальше у нас фонда американская пятницу закрыла в такой легкой неопределенности. Напоминаю, что я не думаю, что сейчас будут какие-то мощные супертренды перед завтрашней инфляцией, которую все ждут как манна небесная, потому что будут пытаться с опорой на инфляцию предугадать действия ФРС на следующем заседании, потому что, на самом деле, непростая задачка, непростая. Если инфляция поднимется, это будет просто комедия, комедия. Что начнется? На рынке будет рвать просто в лоскуты, потому что все ждут, что вот-вот уже все наладилось, инфляция пошла на спад, и тут бах, выходят такие нон-фармы жуткие. Если еще сверху инфляжка упадет, это будет просто взрыв рынков, поверьте мне. Поэтому жду завтрашний день с нетерпением. Так, 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 что касается, 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 чувака, страшных кроссов, страшных кроссов, страшные кроссы мутят свои мутные замуты, ну вот, но нас интересует еврокадик, который уже навалил вам профита, наверное, по поясу, напишите, кто его держал. Еврофранк тоже подваливает, но мне интересует в этой зоне, либо уже ниже минимума прошлого года. И, по большому счету, все. Ну, Евроауди тоже копирует это все дело, поэтому ждем выхода за границы диапазона, в котором он застрял. Так, давайте посмотрим еще что, что, что. Да, пожалуй, уже ответы на вопросы на YouTube-канале по... По какому у нас? Пятничному видео. Так, Angel Wells. О, здравствуйте, Андрей. Слышали про нашумевшую стратегию Smart Money. А что там шуметь? Как народ льет с нее, как из ведра? Ну, пошумело, пошумело. Я вообще не вижу никаких движений вокруг этой стратегии. Что? В чем кайф? Торговать пробой последней свечи по предыдущему тренду? Ну, самое, по-моему, тупое занятие, которое так может быть. То, что делаем мы, мы хотя бы опираемся на какие-то сломы небольших волновых конструкций, которые можно как-то формализовать, вот, и проверить в симуляторе. В том числе, кстати, сегодня выйдет уже загружен мастер-класс по симуляциям. Я проверял, делал разбор на разгон в тысячу процентов, вот, и это было прям, на мой взгляд, очень круто. Вот, посмотрите сегодняшний мастер-класс. Кстати, что он там появился уже? Нет, он-то появился. Ну, я думаю, откроют, откроют. Вот, наверное, ждут, когда, да, HD уже загрузилась. А вот, собственно, этот мастер-классик, мастер-классик, вы можете его там прям вот так вот забить, забить, не забить на мастер-класс, а забить вот это название. Разгон депозита на тысячу процентов, разбор сделок. Вот, посмотрите. Я на самом деле, как бы, сейчас никого не очерняю, в смарт-мане там все это, конечно, круто звучит, но вот эти вот чудики, да, они ведь симулятором не пользуются, они рисуют на истории, как бы, как это все выглядит, но прогоните симулятор и покажите, как можно зарабатывать на этом. Поэтому я очень скептически отношусь. Как, знаете, продажа курсов, вот, ну, ландышем серебристым, вполне себе, да, круто, смарт-мане, 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 take the money, ну, вот это, знаете, а потом денег нет, денег нет. Это, это, да, возможно, это продается в порядке. Ну, что, людям надоели, там, эти всякие поддержки, сопротивления, магдиш, магдис, стахастики, smart-мане, it's good. Ну, в общем, я вот так к этому отношусь, с юмором, с юмором, потому что пока это все не внушает доверие. Так, Андрей Дудич, так, добрый день, можешь сказать, почему коррелируется ауди-кат и евро-доллар на H1 и H4 бар в бар? Бар в бар. Можно рэп написать, бар в бар. Так, как можно использовать? Не знаю, честно говоря, я не наблюдал. Все эти корреляции, они от лукавого, на самом деле. Я не знаю людей, которые зарабатывают на корреляции, но я знаю людей очень много, которым эта корреляция портит весь трейдинг и путает их, и так запутанный мозг. Вот, поэтому, если вы торгуете вообще одним инструментом и не смотрите на какие другие, ваш трейдинг будет только лучше. Так, Валентинс. Так, Андрей, спасибо за обзор. Обоняние и запах потерялись, но найдутся. Главное, не потерять ваш некомпетентный взгляд на Форекс. Спасибо за хорошие профиты по евробаксу и иене. Пожалуйста, но вместе этих двух товарищей лучше не торговать, либо делить между ними объемы, что вы, к сожалению, не делаете. Руслан Андрей Викторович будет работать, пока кутье не запахнет. Ну, а что, занимаюсь любимым делом. Могу себе позволить. Елена, здоровья вам, Андрей. Вы нам очень нужны. Всегда за вас равняюсь. Спасибо на вас. Да, спасибо вам, Елена. Так, Ядов, по газу западные эксперты ждут дно на 1,6. Вы знаете, товарищ Ядов, эти эксперты что только не ждут. я ведь измученный Блумбергами. Такого там читаю, это, это все. Знаете, когда вот вспоминаю статьи, да, что там греха таить, просто там дату забиваете, смотрите статьи, когда золото стояло под 2000, да, в прошлом году, все говорили, ну, все, там, все аналитики, Голдман Сакс, Морган Стэнли, кого только нет, все, все, золото, теперь 3, 5, 7 тысяч, фу, да, бах тебе на 1600, биткоин на хаях, все, Роберт Киосаки, 100 тысяч долларов за монету, все, 70, миллион долларов за монету, на тебе, двадцатку. Короче, все вот эти вот, кто-то там что-то прогнозирует, поймите одно, и прям запишите на стене, на обоях, прям напишите, никто не знает, куда, что пойдет, и когда это произойдет, никто не знает, даже ваш покорный, и, к сожалению, не всегда данный, не видный слуга, поэтому я всегда за сигнальных аналитиков, сигнальных, которые, которые могут рассматривать рынок так и так, может что-то фантазировать, но периодически появляются сигналы, и с помощью, которых можно зайти с определенными рисками в рынок, и на этом заработать денег, а не просто сказать, что вы знаете, газ упадет до 1,6, а может быть до 1,3, а может вообще никогда не упадет, а потом, скорее всего, вырастет, но до каких цен и когда, мы вам не скажем, но мы западные аналитики вам об этом сказали, и все, и пошла копипаст, копипаст по всем, по всем вот этим новостным агентствам, поэтому вот эта труба, газ кончится, и все это, все это шум, забейте, как говорил один, один, как говорил один герчик, торгуйте то, что видите, а не то, что знаете, так, так, еврокад, согласно моему анализу, говорит, ядов, цели внизу на, вот там, на вот там, у меня по еврокаду целей внизу нет, потому что я не торгую этот инструмент по техническому, я извиняюсь, анализу, анализ сетками не считаю особо техничным, вот это просто стрижка месячных экстремумов, скажем так, поэтому все, что вот это ваша мышиная возня вокруг каких-то уровней на еврокаде, к сожалению, на мой некомпетентный взгляд, ну, не имеет смысла, потому что, если вы то же самое попытаетесь делать в симуляторе, будете лить, как из ведра, только, только месячные пробои, откаты к нормальным уровням с большим шагом, ну, собственно, как я обычно все и объясняю в аналитике, так, помню чудное мгновение, так, так, понятно, ничего не понятно, так, здравствуйте, Андрей, укрепите иммунитет, иммунитет, я не смотрел, надо посмотреть, так, спасибо, говорит, инкогнито, так, 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 что-то меня вообще никто не смотрит, наверно, 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 никто не хочет слушать мой гунявый голос, пока я болею, но в любом случае, в любом случае, моя основная задача, вас предупредить, что основным событием этой торговой недели будет инфляция, инфляция по нынешним неспокойным временам, за которой следит вся планета, да, это помощнее, чем раньше были нонфармы, а на уровне уже, можно сказать, что и фомок, поэтому инфляжечка по доллару завтра даст дрозда, поэтому, если вы прям очень сильно, а я, как я вас понимаю, да, в понедельник у вас чешутся руки куда-нибудь, подвляпаться, 10 раз подумайте, лучше это сделать завтра, после 16.30, вы довольно быстро можете получить прибыль, а может убыток, вот, но при этом вы не будете терзаться долгими часовыми ожиданиями, в сиденье в рынке с непонятным статусом. Напоминаю еще раз, что сегодня уже вышел, да, вышел мой мастер, мастер-классик по трейдингам, по трейдингам, который, который находится, кстати, на YouTube-канале Instaforex, можете прямо вот так вот зайти в Instaforex, сегодня каждый знает, перейти в плейлисты, выбрать вот здесь вот мастер-класс Андрея Шевченко, и сегодня, видите, написано, обновлено сегодня, значит, уже мастер-классик подзалитый, подзалитый. Также напоминаю, напоминаю, что под любым, сегодня, пока еще бессмертным участием, есть группа ссылок, с помощью которых вы можете, либо, либо попасть на YouTube-канале, на сайт Instaforex, по ссылочке открыть счет, вот, и здесь будет вшит всегда актуальный домен Instaforex, который периодически меняется, потому что его блочат. Также вы можете подключиться в Telegram-чат, вот, бесплатный, где можете задать вопросы по моей партнерской программе, с помощью которой вы можете не платить свопы, и, да, о чудо торговать на ультраспредах в Instaforex. Если вы хотите написать мне письмо, сделать вы это можете по почте, которую вы видите перед глазами. На этом у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии, и до встречи на завтра утром, на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok